Здоровый разговор на радио Комсомольская правда Добрый день, это программа Здоровый разговор в студии Алена Гринчевская. Наша тема сегодня мужское здоровье. И у нас в гостях Андрей Голынин, врач-уролог Центра планирования семьи и репродукции. Андрей Андреевич, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как часто вообще сильная половина человечества обращается в центр, подобный тому, где вы работаете. Вероятно, чаще всего, когда наступает какой-то острый период, когда мужчина и женщина планируют завести ребенка, но что-то идет не так и не получается. Либо приходится все-таки раньше с тем, чтобы подготовиться и подойти к этому этапу уже более осознанно. На сегодняшний день мужчины не часто обращаются к урологам в плановом порядке. Да, вы действительно правы чаще все-таки с острой ситуацией, когда их заставляет идти к урологу какие-то симптомы, которые их смущают или пугают, и в связи с этим они приходят. А в плановом порядке зачастую мужчины приходят только по рекомендации его супруги или гинеколога супруги, как прегравидарная подготовка, то есть подготовка перед планированием беременности. Из жалоб основная, что беспокоит, супруга сказала прийти, то есть их ничего не беспокоит, они вот по направлению гинеколога. Да, поколение NEXT, так сказать, уже сами молодые люди зачастую начинают обращаться к урологам, если у них есть какие-то вопросы, непонимания, то есть они консультируются, если требуются, они обследуются. Это поколение более старшее, к сожалению, не привыкло ходить к урологам и посещает только при необходимости. При острой необходимости какой-то. Топ-3, скажем, каких-то проблем вы можете выделить, чем приходят к урологам мужчины? Не будем сейчас вдаваться в возрастные категории, с чем чаще всего обращаются? На самом деле вопрос очень интересный, потому что если смотреть медицинскую статистику, топ-3 звучит так – это заболевание почек, это мочекаменная болезнь, это заболевание предстательной железы. Но, как мы знаем, урология – это не только амбулаторная урология, это еще и хирургическая специальность. И, соответственно, в стационаре у хирурга-уролога будет свой топ-3, то есть это мочекаменная болезнь, это аденома предстательной железы или по-другому доброкачественная гиперплазия, то в поликлинике это будут немного другие диагнозы, в частности, если мы говорим о заболеваниях почек, мы говорим о мочекаменной болезни, мы говорим о заболеваниях предстательной железы. Но это все обобщенно, то есть они складываются из множества небольших мелких диагнозов. Но если говорить, в частности, про наш центр, который занимается больше по вопросам репродукции, то топ-3 – это бесплодный брак. Я не говорю бесплодие мужское, это бесплодный брак, то есть пара обращается для обследования. Уточните сразу, когда можно говорить о бесплодии? Бесплодный брак – это диагноз ситуационный, который ставится на основании анамнеза, то есть истории. Если пара в течение года регулярной половой жизни не может добиться беременности, эта ситуация называется бесплодный брак. В дальнейшем идет выяснение – женское бесплодие, мужское бесплодие, сочетанное бесплодие. Сочетанное – это когда оба партнера имеют гидроотклонение. Да, и если брать статистику, много разных вариантов, но в общем можно сказать, что 30% приходится на женское бесплодие, 30% приходится на мужское, 20% – это сочетанное бесплодие, 20% – идиопатическое бесплодие, идиопатическое, то есть неустановленное… То есть такое в наше время тоже бывает, когда невозможно выяснить причины и докопаться до сути, почему же не получается? К сожалению, и сейчас это все чаще. Чем связывают врачи такую тенденцию? Факторов бесплодия или факторов, которые ухудшают качество спермы у мужчин, очень много. Мы можем перечислять их долго. Основные – это гормональные нарушения, это инфекционные процессы, варикоцели, гидроцели. Это те явные диагнозы, которыми мы работаем и можем справляться. Но существуют факторы внешней среды. Это не только алкоголь и табак, наркотики, которые естественно ухудшают репродукцию мужчины. Это еще хронический стресс, это усталость, это недосыпание, то есть это неправильное питание. И все это, в моем понимании, также является одним из факторов, который ухудшает качество спермы. Но это, мне кажется, бить жителей любого мегаполиса, с ним бороться достаточно сложно. Вот с теми последними факторами, которые вы перечислили. Да, это небольшие кирпичики в здоровье мужчины. То есть здоровье нужно понимать с младенчества. Это генетика, зачастую еще у нас за гранью возможностей обследования остается. Генетические врожденные проблемы, заболевания. Это детство, как мальчик развивался, как созревал. И это уже взрослая жизнь. И если это все сопоставить, то факторов достаточно много. Раз вы упомянули о детстве, подростковом возрасте, есть ли смысл и вообще с какого возраста нужно приводить мальчика к врачу-урологу, чтобы потом впоследствии он не столкнулся с проблемами, которых вы уже перечислили? Если смотреть с рождения, то есть первый год, это, так сказать, критически. То есть это осматриваются дети в роддомах, осматриваются педиатрами. Смотрим какую-то врожденную патологию. Мы смотрим гидроцели, то есть водянку яичек врожденную. То есть мы смотрим паховые грыжи врожденные, фимоз, невозможность обнажить головку полового члена. Далее до 12 лет достаточно спокойный период идет. То есть если исключены проблемы до года-двух, то достаточно спокойный период. Единственное, есть риск здесь у молодых ребят по перекруту яичек. Дети подвижные, мошонка незрелая, соответственно повышена подвижность яичка. И если у ребенка возникает резкая болезненность в яичке, то это причина для обращения, экстренного обращения за медицинской помощью. И если оказана медицинская помощь в течение 6 часов, как правило, это бесследно проходит. То есть, по идее, если нет причин острой боли, каких-то ситуаций со здоровьем связанных, серьезных, то можно, в принципе, до подросткового возраста к урологу мальчиков и не водить. А уже когда начинается пубертат, начинается созревание, то есть мы смотрим за ребенком, как он развивается в психологическом смысле, в физическом смысле. То есть сравниваем, ну если не медицинский работник осматривает, то есть как мама или родители смотрят, да, то есть развивается он так же, как сверстники. То есть ни быстрее, ни медленнее. То есть это вот фактор, который может насторожить, если ребенок выбивается из общего коллектива. Если вернуться к пациентам вашего центра, можете привести пример возрастных категорий? В какой, скажем, возрастной период мужчин приходят к вам чаще? Все-таки, скажем, репродуктивный возраст, да, его границы, давайте вот о них поговорим, наиболее популярный для обращения ваш центр. В наш центр обращаются чаще молодые люди, которые планируют беременность, и у мужчины нет возрастного ценза по деторождению. Конечно, с возрастом качество репродуктивной системы у мужчины снижается. Это безусловно так. Но вот нет вот этих вот 40-45 лет, как это для женщин зачастую, когда заканчивается это окно возможности беременности. Вы знаете, когда я слышу вот эти истории о том, как мужчина стал отцом там 83 года, кажется чем-то фантастическим. Но вы, как врач, сейчас этот миф развенчиваете, то есть, возможно, все. И 83 стать папой. И 83, и у меня пациент 81. Он сдал спермограмму быстрее молодых, так сказать, коллег, которые приходили, и она была лучше. То есть неплохого качества, скажем. Не самое лучшее, но неплохого качества. Но если мы говорим о спермограмме, но с возрастом, ввиду многих факторов, как мы с вами уже сказали, влияющих на здоровье внутренних и внешних, то есть повышается фрагментация ДНК сперматозоидов. Мы привыкли говорить вот спермограмма, спермограмма, спермограмма. Спермограмма показывает качество и количество сперматозоидов. Это своего рода транспорт, грузовик, который везет ДНК до яйцеклетки. Но вот с возрастом повышается фрагментация ДНК сперматозоидов, то есть что может приводить к выкидышам, к замерзшим беременностям. Основная теория – это свободные радикалы, это окисление, окислительно-восстановительный стресс, и как раз-таки с возрастом это всё начинает проявляться. Если у мужчины в 50-60 лет хорошая спермограмма, это, к сожалению, не может гарантировать его способность к зачатию или к деторождению. То есть эта беременность может прерваться. Интересный очень факт, что я как женщина уверена была до нашего с вами разговора, что проблемы невынашивания, замершей беременности, они полностью зависят, ну, в большей части всё-таки от женщины, от её организма, от её готовности к тому, чтобы ту самую беременность вынести. А сейчас оказывается, что в этом участвуют, поскольку два человека, то и ответственность может лежать как на мужчине, так и на женщине. Я так и говорю своим пациентам. То есть действительно большинство думает, что я смог оплодотворить свою супругу, то есть произошёл процесс зачатия, и, соответственно, моя работа закончена. Не так это. То есть сперматозоид – это суперупаковка ДНК. Если говорить простым языком, это заархивированный файл. Это ДНК, попадая в яйцеклетку, начинает раскручиваться, разархивироваться. И если этот файл повреждённый, он не будет дальше открываться. И это приводит к остановке беременности. Поэтому зачатие делим на двоих, планирование беременности на двоих и вынашивание – это тоже отчасти, в кавычках говоря, заслуга мужчин. На этом месте прервёмся и совсем скоро продолжим разговор с врачом-урологом Центра планирования семьи и репродукции Андреем Голыниным. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит своё время. Специально для тебя мы создали новый сайт – радиокп.ру. Радиокп.ру. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения. На новом сайте. Радиокп.ру. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Ну, а мы возвращаемся в петербургскую студию «Радио «Комсомольская правда». Это программа «Здоровый разговор». Сегодня мы беседуем с врачом-урологом Центра планирования семьи и репродукции Андреем Голыниным. Андрей Андреевич, сейчас хотелось бы остановиться всё-таки на заболеваниях мочеполовой системы у мужчин, в том числе их влияние на бесплодие, на возможные проблемы в этой сфере. Есть ли какие-то признаки, при которых нужно обращаться к врачу? И о чём могут говорить симптомы, которые мужчина вдруг начал испытывать? Как разобраться? Признаками каких заболеваний эти симптомы могут быть? Как разобраться? Разобраться, я думаю, нужно всё-таки совместно с врачом, со специалистом. Симптомы самые разнообразные при урологических заболеваниях. Это болевой синдром любой локализации, боль в мочеиспускательном канале при мочеиспускании, после мочеиспускания, боль в промежности, боль внизу живота, боль в области крестца, боль в поясничной области. То есть это достаточно такой симптом, который граничит с другими органами и системами, поэтому пациенту самостоятельно достаточно тяжело разобраться. Далее, второй момент – это мочеиспускание. Частое мочеиспускание. Большими порциями, малыми порциями. Это ночное мочеиспускание. Мужчина и женщина в норме должны ночью спать, не должны подниматься. Дневное мочеиспускание должно быть не чаще восьми раз в день. Далее, это кровь. Где бы то ни было, в моче или в сперме, это очень грозный симптом, который требует обращения к специалисту. Это различные проблемы с эректильной функцией, то есть неустойчивая эрекция, быстрое семиизвержение, трудно добиться эрекции, трудно удержать. Или отсутствие утренних эрекций, или отсутствие желания либидо. Это тоже симптомы, по которым к нам обращаются. То есть со всем этим можно смело идти к урологу. Насколько проблемы с эпочками могут повлиять на эректильную функцию мужчины? Есть какая-то взаимосвязь между этими понятиями? Как мы знаем, детородная функция – это вершина человека, как в биологии. И, соответственно, заболевания других органов и систем также влияют на детородную функцию, также могут влиять на эректильную функцию. Я вот вас послушала по предыдущей части по поводу возраста этих людей, которые 83 года становятся отцами. Но всё-таки есть мнение о том, что эта самая функция, она с годами всё-таки падает. Снижается. Снижается, да. Правильнее сказать. Да, это так. Если смотреть различные выкладки статистические, они разнятся, но тенденция общая. Если мы говорим о мужчинах моложе 40 лет, это проблема с эрекцией возникает, ну, можно сказать, у каждого пятого. Это вот в этой возрастной категории. Да, до 40 лет. Если мы говорим от 40 до 60, это примерно половина мужчин уже. Ну и, соответственно, чем старше, тем процент растёт. То есть больше 60 лет и процент там 70 и так далее. Вопрос, кто хочет этим заниматься. Если молодые люди, им эта функция важна и первостепенна, они обращаются, интересуются, то более зрелые мужчины зачастую отказываются от дальнейшего обследования, считают, что пришёл возраст, что не нужно ничего предпринимать и жить так, как они жили до этого. Но есть активные мужчины, которые, конечно, занимаются этой проблемой, обследуются. И на сегодняшний день большинству из них можно помочь и можно продолжать качественную жизнь и в более зрелом возрасте. А ещё как к урологу хотел бы вам вопрос задать. Я так понимаю, что камни в почках такая очень распространённая проблема, с которой мужчины приходят к специалистам, в том числе наверняка и вашего центра. Она из самых популярных таких причин обращения к урологу. Есть ли какие-то методы профилактики этого заболевания? Мочекаменная болезнь, профилактика – это, во-первых, водный режим. То есть человек должен пить много жидкости, соответственно… Это вот те самые пресловутые 2 литра в день, которые… Полтора-два литра. Если не противоречит другим заболеваниям. Если кардиолог говорит, что не нужно выпивать в большом количестве жидкости, то есть здесь должна быть какая-то золотая середина. Опять же, полтора-два литра мы пересчитываем, должны какую-то погрешность делать на ростовесовые показатели. То есть девушка 50 килограмм и мужчина 100 килограмм. Всё-таки должны разное количество жидкости пить. Не нужно себя заливать, но пить постоянно и понемногу. То есть не надо 2 литра выпить и вот сказать, что я сегодня норму выполнил. Это ограничение острой солёной пищи. Вообще не-не или всё-таки иногда пить чуть можно? Ну, ограничение, да. Это отказ от монодиет. А мужчины тоже этим балуются? Да. Интересно. То есть пища должна быть разнообразной, сбалансированной и в таком случае риски снижаются по мочекаменной болезни. Да, и воду пить не минеральную, обычную простую воду. Хотела только спросить, а качество петербургской воды, если эта вода, скажем, не в бутылках, а фильтр дома, мужчина установил и пьёт вот эту водичку или кипятит её и прочее. Качество нашей петербургской воды, оно вообще влияет на образование камней в почках? Может быть, здесь какая-то уже небольшая статистика по этому поводу? Как говорит водоканал, наша вода пригодна для питья. Я к чему веду, да, насколько Петербург в лидерах либо нет по мочекаменной болезням? Да, ведётся статистика по мочекаменной болезни, то есть есть всероссийская статистика, средний показатель по России, есть статистика по регионам, и, к счастью, Санкт-Петербург не является лидером по этим заболеваниям, где-то в середине находится ответственно. Ну, то есть водоканал всё-таки, дело говорит, можно пить воды побольше. Раз уж мы сейчас касаемся именно урологии, про фосмотры. Насколько они вообще важны? Всё-таки что делать мужчине, который следит за своим здоровьем и не приходит к врачу, только когда вот что-то уже придавило, болит, подняться не может? Что сделать, чтобы этого момента не наступило? Как часто нужно к урологу приходить во взрослом возрасте? Если касаемо диспансеризации, которую утвердили в прошлом году, необходимость посещения, прохождения диспансеризации людям от 18 до 39 лет, это раз в три года. Старшая возрастная категория, то есть 40 и старше, раз в год. Если мы говорим о здоровом мужчине, то я считаю, что раз в три года и достаточно это делать. Если мы говорим о частных категориях, то есть это люди, которые имели заболевания или имеют хронические заболевания, то есть там они с доктором, со своим специалистом, у которого наблюдаются, интервал посещения корректируют самостоятельно. Если мы говорим о молодых сексуально активных мужчинах, то есть смена полового партнера была за год, то есть ему нужно раз в год обращаться к урологу. Если смены полового партнера не было, то есть мужчина в браке, постоянный партнер, то нет необходимости ежегодно проходить обследование. Если мы говорим про старшую возрастную категорию, 40 и старше, то раз в год мужчина должен посещать уролога. От 45 лет начинается исследование крови на ПСА, простатоспецифический антиген есть такое. Это онкомаркер, показывающий онкологические заболевания предстательной железы. Если у мужчины отец или дед страдали онкологией предстательной железы, рекомендуется с 40 лет начинать сдавать простатоспецифический антиген, то есть однократно осматриваться уролога, делать ректальное пыльцевое исследование предстательной железы, ну а дальше уже по необходимости дополнительные методы диагностики. А если в роду у отцов, у дедушек не было этого заболевания, сейчас в любом случае онкология тема очень серьезная, многих пугает, в том числе и мужчин, то раз в год после 40 все-таки, наверное, лучше обследоваться? После 45, ну по желанию можно и раньше, конечно. Это несложный анализ, кровь из вены сдается. А если коснуться такого диагноза, как аденомопростаты, это не рак, насколько я понимаю, да, с этим живут, это лечат? Аденомопростаты, предстательные железы, сейчас также по-другому называется, и в названии уже ответ на ваш вопрос. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Это возрастное перерождение предстательной железы, то есть это образование, которое грозит всем мужчинам, только вопрос, когда. У одних это в 50 лет начинает рост аденомопредстательной железы, у других в 60, и у 80-летних по статистике 100% имеется доброкачественная гиперплазия предстательной железы. То есть это медленно растущее образование, которое нарушает, как правило, акт мочеиспускания. То есть оно сдавливает мочеиспускательный канал, что может приводить к учащению мочеиспускания, болевым ощущениям, раздваивание струи, и разбрызгивание струи, ночным походом в туалет. Ну и в далеко зашедших случаях, конечно, там могут быть осложнения и в плане мочекаменной болезни, и воспалительные заболевания мочевого пузыря и почвы присоединяются. Но с этим живут или все-таки это лечат? Это наблюдают. Соответственно, есть определенные показания для оперативного лечения. То есть медикаментозно мы можем только улучшить качество жизни мужчины, но рост и развитие аденомы предстательной железы мы не можем. То есть до какого-то времени человек наблюдается своим доктором-урологом, и в определенный момент тот говорит, все, достаточно консервативной терапии, и теперь необходимо переходить к хирургическому лечению. Сейчас снова небольшая пауза, и совсем скоро мы продолжим разговор с врачом-урологом Центра планирования семьи репродукции Андреем Голыниным. Здоровый разговор На радио Комсомольская правда Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе Добавляйтесь в друзья ВКонтакте Найдите нас в Инстаграм Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Здоровый разговор На радио Комсомольская правда Возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда Напомню, это программа «Здоровый разговор» И сегодня беседуем с врачом-урологом Центра планирования семьи репродукции Андреем Голыниным Андрей Андреевич, давайте сейчас поговорим о том Какие виды обследования ваш центр может предложить Мужчине, который планирует стать отцом Ну, либо той паре, которая приходит к вам в Центр планирования семьи репродукции Если мы говорим о профилактическом обследовании Я своим пациентам говорю, что им нужно ответить на три вопроса Для себя, для меня и для супруги в плане планирования зачатия Первый вопрос – это какое качество спермы мужчины То есть дать спермограмму Второе – это ответить на вопрос, нет ли у него в половой системе Так называемых заболеваний, передаваемых половым путем То есть это скрытые инфекции, это венерические болезни То есть что может мешать зачатию с одной стороны И с другой стороны также повышает риск выкидышей Замерзших беременностей, то есть невынашивания И третий вопрос – нет ли у него воспалительных изменений Воспаление? Баланопастит, уретрит, простатит Могут быть и без половых инфекций Поэтому когда мужчина сдает анализ только на скрытые инфекции Мы не можем сказать, что он полностью здоров То есть вот эти вот три небольших вопроса Сдают профилактически или сдают базово Если же все-таки мы увидели проблемную пару То есть год не может забеременеть И если у мужчины плохая сперма То здесь, конечно, программа его обследования значительно расширяется Мужчина должен повторить спермограмму на сегодняшний день То есть первая спермограмма с какими-то отклонениями Мужчина должен пересдать через 2-3 недели Для того, чтобы исключить какие-то временные факторы То есть простуду, недомогание, какие-то стрессовые ситуации Которые кратковременно могли ухудшить качество эвакулята Если вторая спермограмма лучше, мы лучшую признаем за истину Если вторая спермограмма такая же, то есть с отклонениями Тогда мы можем уже выставлять диагноз Или подозревать мужской фактор бесплодия Значит, на сегодняшний день в нашем центре Возможно выполнение большинства исследований Которые требуются при бесплодии То есть у нас есть своя клиника, диагностическая лаборатория То есть мы можем общеклинические анализы Биохимические, иммунологические анализы делать У нас есть свой МРТ У нас есть деление ультразвуковой диагностики С аппаратами экспертного класса Рентгенологические кабинеты То есть на самом деле делаем много За исключением каких-то нечастых анализов Которые на сегодняшний день делают Содружественные нам лаборатории То есть это генетическое обследование Нет необходимости всех обследовать на этой А подскажите, тот центр мужского здоровья Который открылся, как я понимаю, в прошлом году На базе центра планирования семьи и продукции Все эти обследования проходят на его базе То есть это такое специализированное некое отделение Для мужчин, которые могут прийти И в общем получить полный спектр услуг Который их волнует Это подразделение амбулаторно-поликлинического отделения В структуре центра планирования семьи Да, мужчины по направлению от гинеколога Или по направлению из поликлиники Могут совершенно бесплатно обращаться к нам Основные направления Три – это бесплодие Это эректильная дисфункция Это адрогенный дефицит Или гипогонодизм То есть возрастные гормональные перестройки у мужчин Мы можем делать гормональное обследование Ну, как я уже сказал, ультразвуковое То есть мазки, посевы То есть все, что необходимо, большинство анализов Мы способны сделать самостоятельно Если вернуться к качеству спермы Вот выяснилось, что у мужчины есть проблемы Проблемы с ее составом Чего-то не хватает, может быть, чего-то много Что ему делать потом? Пробедятся какие-то медикаментозные препараты, да, наверняка? Чтобы лечить сперму Отклонения по сперме Исправлять, правильнее сказать То есть нужно понимать, почему эти отклонения Мы не должны накачивать проколотое колесо Мы должны найти причину Основные, да, это инфекционно-воспалительные проблемы То есть это половые инфекции Это простатит, визикулит Это гормональные нарушения Это варикоцели или гидроцели Заболевания И лечение при ситуациях Оно геометрально противоположно Соответственно, универсальной таблетки нет Надо найти, выяснить причину То есть когда мы находим причину Мы говорим, поддается эта терапия или не поддается Или мы не можем справиться в этой ситуации И можем нашим коллегам Репродукторологам направить пару Сколько примерно занимает лечение в вашем центре? Понятно, что каждый случай уникален, индивидуален Но, может быть, есть в среднем какие-то цифры Человек приходит с проблемой Когда можно понять, что ему помогли? Проходит полгода Это есть официальная информация То есть если пара молодая Молодость пары чаще все-таки смотрят по возрасту женщины До 35 лет партнерши Нам дается 9-12 месяцев на попытке исправить ситуацию Что значит 9-12 месяцев? Это не значит, что пациент будет 9-12 месяцев ходить к нам как на работу Процесс сперматогенеза это 72 дня То есть сперматозоид от рождения до выхода в экулят То есть проводит у мужчины 72 дня И зачастую, если мы сегодня назначаем лечение То качество этого лечения мы можем посмотреть только через 2-3 месяца Не раньше Да То есть поэтому вот такие сроки растянуты Если мы говорим про более зрелые пары И супруги больше 35 лет Нас ограничивают гинекологи 6 месяцами То есть обследование Если есть явный фактор бесплодия Устранив который мы понимаем, что будет результат Мы тогда занимаемся Если мы не видим явных факторов То тянуть долго не будем Не должны Потому что резерв женщины заканчивается И лучше их передать в клинике ВРТ Хотелось бы немножко к цифрам обратиться Насколько я понимаю, есть некий дисбаланс Между количеством врачей-урологов Которые занимаются все-таки больше мужским здоровьем И врачами-гинекологами Их чуть ли не в разы больше Последние С чем это связано? С некой неинформированностью С неким таким упрощенным отношением мужчин К своему здоровью Как плагаете? Да, вы правы На сегодняшний день по реестру специалистов Порядка 6 тысяч урологов в России И порядка 50 тысяч акушер-гинекологов Такая разница существенная То есть 1 к 8 В связи с чем я считаю, что и мужчины более закрытые В своих обращениях к урологам Потому что это достаточно сложно сделать было раньше Это сейчас много центров открываются Которые занимаются андрологией Которые рекламируются, привлекают Но вот наши более старшие люди Они не приучены ходить по врачам Они как раз таки и будут ждать Какого-то случая экстренного Чтобы уже обратиться Точно прийти Мужчин не так давно То есть наблюдали все То есть по всей видимости Из-за того, что урологов Все-таки недостаточно было Это и венерологи Это и гинекологи Пытались немного полечить Это и эндокринологи Ну и соответственно урологи И они оставались у нас без присмотра Так как урология Она подразумевает под собой Лечение, обследование Мужской мочеводелительной системы Мужской половой системы И еще женской мочеводелительной системы Вот такая ситуация Специальности андрологии На сегодняшний день Не существуют в реестре Специальности врачей То есть андролог от слова Андрос мы знаем Мужчина То есть андролог Специалист, который должен заниматься Мужской репродуктивной системой То есть так немножко отделяются И андрология в Советском Союзе С семнадцатого года Перестала существовать То есть были известные события После чего решили объединить Урологию и андрологию То есть отдали Вот андрологическую службу Под крыло урологов И с тех пор мужчины остались Без должного внимания Без присмотра Да Ну я так понимаю, что женщины Тоже могут обращаться к урологам Не обязательно их проблемы С мочеполовой системой Должны решать гинеколог Они в принципе имеют Такие же возможности Прийти к урологу со своими проблемами Конечно, они и должны приходить То есть заболевания почек Заболевания мочевого пузыря Это наша работа Можем коснуться еще с вами Проблемы сексуальной дисфункции Насколько я понимаю Специалисты вашего центра Также это лечат Этим занимаются Насколько вероятен успех? Шанс на то, что все наладится? На сегодняшний день Львиновым большинству пациентов Можно помочь Независимо от возраста Которым мы с вами уже говорили Независимо от возраста А если в двух словах То есть эректильная дисфункция Это сложный психофизиологический процесс В котором участвует много органов и систем То есть это центральная нервная система Это периферическая нервная система Это гормональная система Это сосудистая система Отсюда и разделение Если мы берем основные факторы Это психогенная эректильная дисфункция Это гормональная эректильная дисфункция сосудистая и нейрогенная. Нейрогенная имеется в виду чаще травмы спинного мозга, то есть поле нейропатии, повреждения нервных окончаний. Это не психогенная. Далее, когда мы устанавливаем причину эректильной дисфункции, мы говорим о методах лечения этой дисфункции. То есть, если гормональная, соответственно, занимаемся гормонами. То есть, если сосудистая, сосудистая. А если проблемы психотерапевтического характера, здесь что? Надо идти к психотерапевту одновременно? Соксопатологу. И зачастую все органические эректильные дисфункции, сосудистые, гормональные и другие, они все равно приобретают и психогенный оттенок. То есть, у мужчины возникает страх, что не получится, и это усугубляет тяжесть течения. На сегодняшний день три линии лечения эректильной дисфункции, если известна причина. То есть, первая линия – это ингибиторы фосфодистераза пятого типа. То есть, та знаменитая голубая таблетка. Волшебная. Да. Это первая линия, справляется хорошо. Большинство мужчин довольны. Если первая линия не помогает, тогда выполняют интраковернозное введение лекарственных средств. То есть, когда в половой член, в кавернозное тело вводят лекарство, простагландин, это вызывает эрекцию медикаментозную. Это вторая линия. И третья линия – это протезирование. И вот ответ на ваш вопрос, то есть, на сегодняшний день можно всем, в крайнем случае, поставить протез. В общем, помочь можно, как я поняла, практически всем и в любой сложной ситуации. Подведем короткий итог беседы. Записаться на прием в Центр планирования семьи и репродукции можно по многоканальному телефону в Петербурге 670 76 76, либо можно прийти в центр лично по адресу улиц Комсомола, дом 4. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-уролог Центр планирования семьи и репродукции Андрей Голынин. Спасибо и до новых встреч. Здоровый разговор на радио Комсомольская правда.